Все старые самолёты живые. Потому что когда делают машину такого класса, в этом участвуют десятки тысяч людей. Каждый вносит своё. Тепло рук, тепло души. Свой гений, свои ошибки. Самолёт всё это помнит и аккумулирует. Свой гений, свои ошибки. Свой гений, свои ошибки. Свой гений, свои ошибки. Музыка. так хочу у нас там так не ровно во первых я совершенно случайно узнал о том что здесь есть музей я просто приезжал мимо увидел потом совершенно случайно наткнулся на сообщество волонтеров в одной социальной сети увидел что такие люди есть увидел чем они занимаются ездил в музей и понял что да такая работа действительно важно потому что здесь огромное количество бортов здесь за ними нужен постоянный уход их нужно поддерживать в экспозиционном состоянии еще тогда понял что этим занимаются обычные люди ну и принял для себя решение что да тоже будет этим заниматься у нас работа делится фактически на два направления первое направление это крупные работы по восстановлению на бортах мы приводим в экспозиционное состояние когда туда не стыдно пригласить людей достаточно кропотливая и очень такая долгосрочная работа несколько лет она может продолжаться второе направление это поддержание открытой экспозиции в том состоянии когда чтобы люди приходя в музей чтобы у них радовался глаз да я волонтер а мы здесь поддерживаем внешний вид самолетов как-то и пытаясь конкретно я другие волонтеры конечно заняты более таким серьезным ремонтом а вот мужчина у нас там постоянно занимаются техникой перекаткой этой техники и ремонтом вот а мы как бы девушки которые сюда приезжают мы в основном красим самолеты моем зимой чистим ну и как-то по возможности тоже постараемся помогать сильным волонтерам которые занят там более каким-то серьезными работами конечно когда-то бывает тяжело например если какая-то монотонная работа откручивают там вот уже въевшиеся болты что если мы сначала их замачиваем в дешкой ждем потом начинается долгий-долгий процесс откручивания думаю без этого никуда здесь иногда становится тяжело или там работать например дрелью щеткой защищать металл до от ржавчины иногда бывает сложно но иногда бывает сложно чистить снег да когда у него очень сильно примерзает его там очень много падает но как-то я спокойно отношусь к этим сложностям знаю что это нужно потом не самой потом приятно проделанные работы часть людей кто здесь работает имеют профильное образование то есть те активные люди кто руководит процессом у них практически всех профильное образование остальные подтягивают свои знания с помощью той библиотеки у нас достаточно большая библиотека в электронном виде с сканированием материалами по самолетам и их отдельным частям которые приходится естественно изучать перед тем как приступать к той или иной работе я привел сюда в качестве волонтера своих детей так получилось что сначала я пригласил сюда старшую дочь и очень понравилось потом начала проситься младшая дочь ей понравилось тоже но просится постоянно есть мелкая работа которую 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 могут потянуть дети зимой очистить борта от снега там где дотянутся своими ручками летом это работа в ангарах сортировка метизов помывка бортов и так далее работа есть работа есть даже для детей восстановление каких-то механизмов в том числе входит нашу работу плюс восстановление интерьеров восстановление самих кабин салонов и так далее вот это был салон первый салон кабина куски чего я была кабина вот такая ну кто соответственно место квс штурвал отдавали реставрацию мастерскую из организации лично нас поддерживает один фонд фонд наших друзей которые оказывают поддержку нам в плане и оборудования и материалов посильнее насколько они могут очень большое количество затрат которые приходится нести в связи с нашей работой мы платим из своего кармана целенаправленной поддержки от государства к сожалению мы не видишь конечно если бы было больше народу и больше ресурсов многие вещи можно было бы сделать быстрее с другой стороны многие моменты в принципе невозможно делать быстро ввиду уникальности машины отсутствие документации по большому счету здесь идет вот сейчас на данном этапе не только и не столько реставрационная работа сколько исследовательская я поскольку тоже являюсь авиационным инженером с огромным интересом пытаюсь разобраться в этой машине тем более что утрачено очень много документации практически не осталось людей которые принимали участие в ее создании и многие вещи приходится изучать и понимать заново но это очень интересно и соответственно очень медленно это началось наверное года в три потому что обычно по традиции мамы и бабушки рассказывают сказки на ночь а меня иногда укладывал дедушка и он вместо сказок рассказывал как делают самолеты а он это знал профессионально это захватывало не меньше сказок а когда в 76 году соответственно из пошел во второй класс мы переехали в немчиновку это поселок который находится под четвертым разворотом во внуково и у меня над головой проходили на посадку все пассажирские самолеты которые шли во внуково ну как бы тогда уже на все было решено я через три месяца в лед определял все типы тогдашних бортов чем доводил взрослых до белого коленя что за пацан такой типы машин не знают а самолеты там какие-то определяют так лет 12 прям зависала когда в небе летели самолеты вот для меня это было что-то типа гипноза и как-то вот я всегда стремилась к самолетам неважно гражданским к военным то есть они меня всегда манили нравилось вот и на макс дамы тоже мы ехали с друзьями но посмотреть авиашоу это было раннее утро электричка была забита но когда едешь на макс там всегда такая атмосфера я заметила что люди там очень как-то дружелюбные доброжелательные вот как-то они легко идут на контакт видимо всех объединяет стремление попасть на авиашоу любовь к авиации вот как-то мы там разговорились с молодым человеком с никитой я приехала только спустя два года после этого разговора вы сюда реставрация началась 13 лет назад когда сюда пришли первые волонтеры причем началось это с того что просто борта мыли приводили в порядок снаружи потом после длительных переговоров с сотрудниками музея было получено разрешение зайти внутрь но сначала естественно доверие не было мало ли что и когда первые волонтеры еще до моего появления здесь попали внутрь самолета они увидели полный разгром который можно увидеть вот на этих фотографиях дело в том что в нулевые годы когда стране было она практически без времени этот самолет как и большинство других бортов музея подвергся разграблению мародерами охрана была недостаточно в тот период на борт периодически лазили и вот он был доведен до такого состояния вот с тех пор уже более 10 лет соответственно здесь идут реставрационные работы состав команды меняются одни люди уходят другие приходят но работа продолжается зимой редко получается приезжать не каждую субботу 2 раза в месяц ну возможно сюда я сюда прям планирую монино в субботу иногда вот сам себя ловишь на том что но вот на недельку бы здесь с ночевкой остаться это было бы намного эффективнее чем семь суббот прошлом году вот исполнялось как раз 40 лет начала пассажирских перевозок и мы причем полностью практически силами волонтеров на этом борту организовали встречу ветеранов летчиков и всех кто имел отношение к этим полетам у нас на борту собралось около 20 человек тоже вспоминали рассказывали массу всего интересного это та информация которая сейчас уже уходит как песок сквозь пальцы по-другому не скажешь потому что постоянно вот разговор даже с этими людьми а ну вот это такой-то знал на его уже в живых нет вот это но дай я это слышал мы не помню вот там это было но там уже никого не осталось поэтому сейчас наша команда уже несколько лет помимо реставрации борта очень серьезно занимается поиском информации поиском людей которые имели отношение к этому проекту уже не конкретно к этому самолету акту 144 им вообще у нас уже собрана довольно интересная коллекция фотографий копий документов относящихся к истории этих самолетов причем и техническое и так и историческое человек можно сказать и так сейчас мы станем свидетелями невиданного эксперимента ил-62 машина громадного веса рассчитанные на бетонный аэродром сядет на мягкий грунт касание есть посадка риск да но запасы прочности и надежности ил позволили конструкторам и летчикам решиться на эту рискованную затею рассеялись тучи пыли и еще один ильюшинский самолет по праву занял свое место в музее истории советской авиации кто-то прилетел своим ходом кого-то сюда привезли с чкаловского аэродрома недалеко но прорубив специальную просеку фактически проложив дорогу самолеты эти не транспортабельны в целом состоянии самолеты по нашему мнению по заключению конструкторских бюро разобрать на какие-то части здесь в поле невозможно потому что разбор достаточно больших самолетов он связан с необходимостью наличие специального оборудования оборудование это уже нет по каким-то самолетам утрачен даже документация из-за того что они очень давно выпускались нет специальных стапелей на которых это можно сделать поэтому разобрать их без жертв нельзя перевести их целиком из-за их габаритов невозможно можно их порезать а потом что-то из этого собрать но это будет уже не самолет те экспонаты которые здесь собраны это фактически вся история авиации нашей страны и эту историю надо хранить ее надо хранить эту историю надо пропагандировать чтобы люди это видели люди этим интересовались здесь есть достаточно простое объяснение мы три раза в год проводим не открытых дверей не открытых кабин когда организуем посещение бортов людьми и очень большое количество детей кто туда приходит и у них есть возможность сесть за штурвал самолета почувствовать себя пилоту и видно что у них реально горят загораются глаза они интересуются мало ли вдруг после этого кто нибудь свою жизнь свяжет с небом из-за штурвал самолета почувствовать себя пилоту и теплоту и плотно-ребе это чудо-ребе это чудо-ребе это чудо-ребенский Продолжение следует...